Сегодня, наверное, очень ответственное мероприятие. В Омском городском совете публичное слушание по проекту бюджета. Решается, сколько и на что уйдет денег в 2022 и плановом периоде последующих годов. Программа начинается с выступлений. Первый спикер и у директора Департамента финансов и контроля мэрии Омска Ольга Илютикова рассказывает о самом проекте бюджета, главном документе. Общий объем доходов на 2022 год с учетом межбюджетных трансфертов из областного бюджета составляет 22 млрд 576 млн, в том числе собственные средства в сумме 12 млрд 373 млн. Расходы на 2022 год запланированы в сумме 23 млрд 768 млн, в том числе за счет собственных средств 13 млрд 565 млн. Дефицит 2022 года прогнозируется в объеме 1 млрд 192 млн. рублей. Дефицит бюджета профильные чиновники объясняют различными факторами, главный из которых влияние пандемии коронавируса. Его директора Департамента городской экономической политики мэрии Михаил Щелконогов представил прогноз социально-экономического развития Омска. Рассказал, удается ли вернуться к допандемийным показателям. В целом за год наблюдалась стабилизация ситуации и рост стратегических сегментов экономики. В промышленном производстве индекс фактического оборота в промышленном производстве составил 100,5% в 2019 году. В инвестиционной сфере в сопоставимых ценах инвестиции в основной капитал составили 113,5% в 2019 году. В меньшей степени восстановительные процессы затронули рынок товаров и услуг. Отдельное внимание на публичных слушаниях уделили адресной инвестиционной программе. На 2022 год предусмотрено более 500 миллионов рублей. А за весь трехлетний период запланированы строительство и реконструкция, 7 автодорог, 2 транспортных развязок, 18 линий наружного освещения, 3 многоэтажных домов, 8 коммунальных объектов, 2 кладбищ, 13 детсадов и 3 школ. На инвестиции в 2022 году будет направлено практически 7% от дохода бюджета. Объем финансирования адресной программы на трехлетний период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 42%. Более 60% объема финансирования приходится на строительство в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Первый зам директора департамента городского хозяйства Мариоомска Михаил Горчаков рассказал о планах в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Благоустроить хотят 89 общественных территорий. В следующем году еще планируется дополнительно благоустроить так называемые территории малых зон рекреации. Это территории, находящиеся вблизи так жилых застроек, квартирных домов. Участниками публичных слушаний были не только члены городского парламента, но также депутаты областного заксобрания, представители министерств, мэрии, профильных ведомств, члены общественных организаций и, главное, неравнодушные жители Омска. Одна из них – Ольга Мазалова. Я занимаюсь адаптивной физической культурой с детками с ограниченными возможностями здоровья. Провожу для них физкультурные занятия. Поддержка очень хорошая, очень важна для предпринимателя, потому что вот эта виброплатформа, то есть она очень маленькая, она стоит 340 тысяч. Хотелось бы, чтобы сумма грантовской поддержки была немного выше. Каждый по предварительной регистрации имел право выступить. Ольга Мазалова открыто заявила о потребностях социального бизнеса. Предлагаю, что, может быть, включить в бюджет повышение суммы грантовской поддержки для предпринимателей. Этот вопрос среди омичей стал наиболее актуальным. Его затронули двое выступающих. Ирина Черепанова – начинающий предприниматель. Занимается печатью на граните и фарфоре. За время подготовки проекта и защиты, и получения средств непосредственно на счет, цены выросли и продолжают расти по сей день. И изначальные мои затраты на оборудование пришлось перераспределить в пользу более бюджетного, потому что попросту не хватило средств на печатное оборудование более большого формата. В связи с этим хочу порекомендовать, конечно, увеличить бюджет гранта. 11 ноября состоялось заседание Комитета Омского горсовета по вопросам экономического развития. На нем, по просьбе депутата Виталия Путинцева, уже рассмотрели возможность увеличения грантовой поддержки. Уже есть понимание, каким образом и примерно на какие цифры это можно поднять, эти расходы. Активные горожане также затронули бытовые темы – капремонт и благоустройство. После всех выступлений профильные чиновники и депутаты ответили на вопросы. Все участники процесса обсудили проект бюджета. Выслушаны доклады по различным направлениям. Это по собственному бюджету, по адресной инвестиционной программе, по экономическому развитию. Приняло участие более 60 человек. Важные вопросы от жителей города Омска, касающиеся благоустройства, касающиеся ремонта многоквартирных домов. Эти вопросы уже были рассмотрены на комитетах, которые недавно буквально прошли. Депутаты вновь рассмотрят волнующие темы на очередных заседаниях профильных комитетов. Все вопросы необходимо проработать до пленарного заседания Омского горсовета, на котором окончательно примут проект бюджета до 2024 года.